После отношений, в которых я к кому-то прикоснулась, и вообще у меня сексуальная энергетика какая-то, как сказать, пошла, ну, это уже слишком откровенно. Ну, это больше, чем нравишься. Мне страшно поверить, что, может быть, все хорошо. Ее вот эта вот неуверенность вставит в ступор. Есть девушки, которые уже уверены в том, что хотят мне доверять, а у Юли такого нет. Дальше мы идем или не идем. Я реально доказывать ничего не буду. Либо ты веришь, либо нет. Верю. Я сказала ему, что я ему верю. Мне кажется, он для себя уже решил ее, на самом деле, выгнеться в шоу. Я все равно в душе не совсем верю. Я хочу дать еще один шоу. Я вот сейчас понимаю, я бы не смог, наверное, в этом шоу участвовать как участник. У меня бы просто сердце разрывалось. Я не знаю, если у них вот такие эмоции, они по-любому будут. Давай вот причинить людям какой-то неприязнь, боль с чего-то всего этого. Блин, это такой ужас. Еще это все на камеру. О-о-о-о. Шант. Давай наследимся на следующий день. Хорошо? Хорошо. Я решил ее оставить на проекте, потому что хочу все-таки разобраться, врет она или нет. Куда? Садись ко мне. Ну, Костя Юля плакала. Юля, что случилось? Я не увидела на ее глазах слез. Я видела, как всегда, актерскую игру низкого сословия. У нас в Люберцах ДК лучше играет в свои роли, чем она. На свидании с Игорем у нас был разговор по поводу старых моих отношений. Насчет того, смогу ли я отпустить. Здрасте, приехали. Начинается та же самая история. Хочется быть счастливой, а не жить каких-то... Ты отпусти свои старые отношения просто. Ты так и будешь морозиться вечно, об этом думать, думать, думать и думать. Но никто не хочет слушать про бывших каждый день, блядь. В постоянных страхах. И Игорь мне на свидании пытался помочь освободиться. Я понимаю, что было все круто, но он сделал такое же классное свидание с Софи. И я там витаю в иллюзиях, кидаю старые отношения ради того, что мной, возможно, побалуются и уйдет он с какой-то другой девушкой. А, то есть у тебя есть варианты всегда вернутся, тебя там ждут. Никто меня уже не ждет, потому что я... А почему ты говоришь про возвращение? Не ждут меня. Ну, как бы будем верить на слово, в кавычках. У меня чувство страха, что я могу остаться одна и никому не нужной. Игорь не будет тебя чинить, он не твой спаситель. Он такой же человек, который хочет счастья. Зачем ты ему? Я вообще не могу понять. Он-то цельный человек, он не какой-то половинчатый. Он не будет тебя дополнять. Ты не знаешь, какие у него проблемы. То есть ты решила спеться с ним на проблемах, на ваших общих? Зачем ты так говоришь, спеться на проблемах? Я злюсь, потому что я что, должна собрать вещи и уйти? Просто потому что у меня вот была такая ситуация, да, мне сложно начинать жить с нуля. Я человек, который хочет счастья. Это ненормально. Все, что она говорит, полнейшая ахинея. Ей нужно не любовь искать, а лечить бошку, я считаю. Вот сразу видно, умный человек, землячка умный. Молодец, маленькая. Мил, можешь подойти? Лично мне непонятно, что Игорю может быть интересно к Миле. И с ней конкурировать даже как-то жестоко, что ли, с моей стороны. На первом свидании у меня было такое ощущение, что ты хочешь мне понравиться. Ты хочешь тебе понравиться? Да. Это вообще нормальная ситуация, что девушка хочет понравиться мужчине, если она с ним общается. Очень логично, кстати говоря. Мы же пришли на шоу, чтобы нравится тебе, чтобы завоевать твое сердечко, Игорь. Ты в здравом, и вообще нет? Ну, может быть, хорошо, что ты так подумаешь. Ты хотела мне понравиться, но не узнать меня. Не узнать тебя? Угу. Это вообще бред. Если бы я не хотела его узнавать, я бы не задавала никакие вопросы. Да, Игорь, конечно, ты... Гитара без струн, как будто бы. Непонятно вообще, что происходит. Ты очень красивая девушка. Спасибо большое. Но сегодня я принял решение. Решение для тебя простить. Прости. Шок и неожиданность. На нашем свидании он сказал, что ему понравились мои ответы. Я только начала разгоняться, я думала, что самое крутое у нас впереди. Естественно, у меня. Ну, конечно, очевидно, что он у него выглядит, что она тоже не в его вкусе. Я думаю, было, это изначально было понятно, такое свидание. Вот сейчас было. Ну, реально, на отвали. Я не знаю, почему туда попала только Алина, конечно. Возможно, она тоже могла вылететь. Но я думал, сегодня выгодит только одного человека. Неожиданно, на самом деле, неожиданно. Не застыков, не говори. Это тебе воспоминания о нашем прохождении. Спасибо большое. Катюн, я тебя провожу. Она расстроилась. Ну, я бы тоже расстроилась. Смело – это не то, что он ищет в девушках. Ну, и плюс еще то, что ей много лет тоже имеет какое-то значение для него. Спасибо тебе. Спасибо. Смело – я попрощался, потому что физиологическое восприятие девушки – это тоже же важный аспект. Лица Ромы. Не во, серьезно? В том, чтобы делать детей. Блин, он, видимо, Рома тоже сам даже не знал Прикиньте, потому что одно дело, если бы Его снимали бы на камеру, да, он показал эти эмоции Другое дело, он сидит в тачке, то есть даже не понимает, что он в кадры попадает Блин, очень круто Роман, конечно, для меня раскрывается, типа, как человек Такой все приятный, прикольный То есть настоящий тип Ты понял, что он мне не подходит? Почему такой выбор, как ты думаешь? Я не знаю Что ты чувствуешь? Ну, у меня пока не понимание ситуации Я хотела остаться здесь и продолжить Это знакомство Ну, и, конечно, мне очень приятно в любом случае Ты к нему успела как-то привязаться, почувствовать его? Ну, интерес как к мужчине, к нему проснулся, да Что тебе подарил? Ну, не знаю А ты не открывала? Нет, фу-ка, что там? Игорь подарил мне сережки Конечно, буду носить, проект вспоминать с теплом Очень жаль, что быстро закончилось все это Но, значит, что-то лучшее ждет меня впереди Блин, мне уже так надоело ждать Я уже представляю, как я еду домой, нажираюсь шампанским Ты в любом случае, видно, жрешься Даже если не уйдешь На последней церемонии мы с Игорем решили больше не вкокетничать И перейти на более серьезное общение Которое я до сих пор жду Вика, подойди, пожалуйста Виктория, чувственная девушка По моим ощущениям Чуть-то не со слезами Ко мне подошла Переживала Многие болят уже стоять на каблуках Я не представляю, сколько это час-полтора Они там стоят, пока вот эти качели происходят Это все, что происходит Что с твоим настроением Ну, я немного загрустила в плане Потому что я без твоего внимания эту неделю провела То есть ты соскучилась? По тебе? По шампанскому, врачу Соскучилась Я не знаю, правда это или нет Я не знаю, что она там мутит Может быть, она будет юзать свой последний шанс Для того, чтобы опять лизнуть его в щеку Да, я соскучился по твоей инициативе Ну, ты мне сказал Ай-яй-яй Может, ты как-нибудь определись Играться мне или не играться Я хочу тебя видеть на следующей неделе До встречи Я не понимаю, что здесь делает Вика Ну, очевидно, что ей не нужно это все Но она умудрилась что-то рассказать ему Что ее оставили на следующую неделю Как всегда, одна из последних Вика счастливая и довольна тоже пришла Я не знаю даже, как это объяснить Осталась только Катя А Мила где? Просто Не очень красиво вообще матом ругаться Но это я по-другому назвать не могу В смысле, он сказал... Он с ней попрощался? Проводил Милу? Начали уходить нормальные девки Ну, короче, грустно и невкусно Блин, мне жалко Ну, обидно, но очевидно Мила не тот человек, который нужен Игорю Просто потому, что она еще не готова Маш, я думаю, просто ты следующая еще То есть у тебя будет свидание Но, опять же, как бы Я думаю, Игорь все-таки выбирает По большей части уже по внешности Да, я думаю Это ему очень приятно в общении Там, да, очень интересно Ну, кажется, дальше ты там уже не пройдешь Есть такое у меня ощущение Тебе что сказали? Он что-то, соскрутился по моей инициативе Он решил поиграть Я рада, что я осталась Но пока мне все же непонятно Какую стратегию поведения мне выбрать Возможно, ему самому еще непонятно Как бы он хотел Я последняя! Не даст собрать мое декольте Я чуть не умерла У меня вот так вот просто тут колотится И я не могу с этим ничего сделать Это вот молчание долгое Я уже думаю Да что ты, Божья! Может, я пойду к тебе навстречу? Иди уже ко мне Ладно, иди С нашего первого свидания Прошло очень много времени Я знаю Не хочешь следить на второе свидание? Очень мило Очень мило Может быть Может быть? Я думаю Ах ты загадочный Свои вот эти штуки делаешь А ты скучала? Да Я тоже вообще скучался Вот здесь уже как-то по-настоящему более-менее выглядит Реально По-настоящему Такие эмоции более настоящие чувствуются Не то, что на свидании Ты ничего не ощущаешь? Я ощущаю то, что у нас было одинаково в одежде одета Одинакового цвета А еще? Да Подскажи Ну, послушаем аромат Да Серьезно? Нет, нет, нет Да ладно Да ладно Серьезно Ты напшикался? Нежный Что там было? Нежная буря Буря Да Оно, собственно, самое Я в прострации Давай пахнуть вместе Сюда вот И так дай мне девушке в шаг и саду Да? Подмышки побрызгай Настолько было приятно Что? Вместе Сюда вот И так дай мне девушке в шаг и саду Да? А почему красная рука? Там какие-то подсказки или что, текст? Короче, говорят, что-то там такое Или может она ему записку какую-то говорит Не просто так показывает? Было бы интересно Все они в плену там Настолько было приятно на нее смотреть На ее реакции Откровенное поведение Мне даже захотелось ее обнять Мы увидимся на следующей неделе Джекпост с духами И он такой еще и соскучился И... Поздравляю Нас осталось 8 Это уже лучше Но все еще больше, чем дней в неделю Вот эмоции Кати Это козырит и передач Они прям такие Забавные Прям интересно наблюдать Даже если она обманывает Как бы, да, все равно смотрится прикольно Что он тебе сказал? Помните, мы делали духи? Да. Он набрызгался нежной бурей. Да, у Катюхи прям вкусно. Я бы сама таким пользовалась. Но можно теперь парфюмером идти. Окей. Интересная реакция. В воздухе прям свинец. Прям тяжело дышать. Юля, о чем вы говорили? Уже не хочется об этом говорить, если честно. Потому что я уже успела чуть понервничать. Опять дверью хлопала? А что ты подсказываешь? Кроме этого, ничего нормального, человеческого нельзя сказать. Только вот надо. Это мой конек. Я стала подумать голос. Юля выводит на эмоции, реально. Мне кажется, Герри, ты тоже будешь замечать. Она станет раздражительной. И походу в зол тоже уйдет. Потому что она меня выписала. Будь немножко нежной. Ты же хочешь понравиться мужчине? Все, ребята, реальная битва началась здесь на шоу. Все, две девочки ушли. Которые, ну, как бы, в принципе, скорее всего, изначально было понятно, что они уедут. Как бы, да, и шоу первыми. А теперь прям началась конкурентная битва здесь. И появляются настоящие эмоции. Блин, только прикольные. Реально только прикольные. Все, типа, мне не нравится шоу. Реально нравится. Такой понравился. Я понравилась. Он обрызгался моими духами. Духи понравились. Но это не все. Ага. Окей. У нас с Расти просто капец разгородил. Так, и что? Ну, что-то у вас у всех сегодня фляга свистит. А что происходит, я не понимаю. Адекватных становится все меньше в наших рядах. Из-за конкуренции, может быть, с ума сходят. Ребят, давайте как-то соберемся. Закроем фляги. Я не знаю, что нас ждет дальше. Но судя по всему, будет какой-то трэш. Ну, вот и подошла к концу еще одна неделя на проекте. К сожалению, общие интересы некоторых девушек не совпали с интересами Игоря. На следующей неделе девушкам, которые остались в проекте, предстоит погрузиться в эпоху 19 века, когда вера в любовь была великой и безграничной. Да, да, конечно. Поэтому выдавали замуж. За кого практически попало. Ну, как, не за кого попало. Лишь бы богатый был. Как бы, да. Все по наследству, чтобы осталось. Еще там 3 девятые царства добавок. Все как полагается. То есть, да. Прям было по любви, блядь. Романтичные пас... Только в книжках, наверное. Сступки совершались с изяществом и вкусом. Но для кого из них это приключение окажется не под силу? Смотрите в следующем выпуске. Левая рука к правой щеке. Это значит, что дама... Какая изящная женщина. Прямо не могу. Готова принять поцелуй кавалера. Какие испытания ждут девушек на грандиозном балу в честь мистера Икс? Можно я туфли сниму? Что случилось? Ну, габаль. Игорь, можно мне с Софи убрать? Кто победит в конкурентной борьбе за сердце главного героя? Просто автоматная очередь. Что будет, когда все узнают, что он не тот, за кого себя выдает? Хочу сказать, что ты немного... Опаньки. Очень интересно, реально интересно следующая серия. Ждем ее, она, думаю, скоро будет. Блин, короче, если честно, я выпуск смотрю только с вами, больше ни с кем. Реально жду только вашей реакции. Короче, с вами был Радислав Прорицатель, так сказать. Всем большое спасибо за просмотр, за поставленный лайк. Я получил колоссально хорошие эмоции, особенно под конец шоу. Прямо разогрелось. Блин, очень круто было. Вам большое спасибо. Вообще, просто еще раз скажу вам. Дай бог здоровья и счастья вам и вашему дому, вашим близким, родным. Я вас очень люблю и ценю. Спасибо вам, что вы у меня есть. До новых встреч. До новых встреч.